Скорее всего, и ты до этого выпуска не задумывался, что у супергероев вообще могут быть какие-то страхи. С самых истоков создания комиксов о людях со сверхспособностями нам говорят, что они должны быть лишены практически всех страхов, ведь им нужно защищать нас, обычных граждан, против самых злостных злодеев в мире. Возьмем, к примеру, Человека-паука. Если он начинает пугаться каких-то вещей, то это уже совсем не по-героически как-то, и поклонники будут разочарованы в этом. И таким образом, слабые стороны могут быть только у врагов наших супергероев. Но это на самом деле далеко не так. Здорово, гики, с вами Реверс, рад приветствовать вас на моем канале, и пришло время разобраться со слабостями и страхами Человека-паука. Первая слабость – боязнь простуды. Да, и это далеко не шутка. Несмотря на то, что Питер Паркер пережил облученный укус паука-мутанта, его иммунная система поразительно слаба. Простуда – это далеко не шутка. Чихание, сонливость, духота и слизь. Этого достаточно, чтобы отодвинуть в сторону самых крутых из нас. Да, я говорю о Спайдермене. Второй страх – это газовые атаки. Я буду говорить сейчас не о паучьем пуканье. Дело происходило в удивительном Человеке-пауке в 39-м выпуске. Там Питер получает удар дымовой шашкой и теряет всякое чувство самого себя изнутри. Рассказываю, что случилось. Этот специализированный пар изобрел сам Зеленый Гоблин. Эта газовая смесь довольно-таки мешает по лучшему чутью нормально работать в течение 24-х часов. И, конечно же, у Питера возникает фобия к таким вот вещам. Следующая фобия довольно-таки смешная. Если ты хочешь откинуться, то садись в машину с Человеком-пауком, который будет за рулем. В одно мгновение ты увидишь всю свою жизнь перед глазами. Будучи родом из Нью-Йорка, Питер Паркер так и не научился водить машину в своем подростковом возрасте. Ну, ему просто не хватило времени. И к чему это нас приводит? В результате он действительно отвратительный водитель. Вот почему Паук-мобиль был такой ужасной идеей в комиксах. У Человека-паука был ужасный послужной список вождения и полетов. Каждого транспортного средства, в которое он когда-либо залазил. Ну, а теперь мы перейдем к более существенным фобиям. Боязнь отсутствия высотных зданий. Паучок хорош настолько, насколько хороша его паутина. А качество его паутины зависит от структуры вокруг него. Вернее, от зданий, которые его окружают. Полезность Человека-паука в драках довольно падает, когда вокруг нет высотных зданий. Конечно же, он довольно сильный противник для врагов. И будет очень полезным для команды. Но когда ваш основной способ спасения жизни это качание с небоскребов, то вы как бы будете загнаны в тупик, когда их не будет рядом. Возьмите Человека-паука из Нью-Йорка и поместите его в маленький городок на Среднем Западе. И вы, вероятно, обнаружите то, что он будет жалко ждать на обочине свой Убер. Еще Человек-паук боится потерять свое паучье чутье, ведь это основная и величайшая сила для него. Как мы уже видели, при газовых атаках и простудах, паучье чутье Человека-паука очень легко становится неэффективным. Паук может делать много крутых вещей, но что действительно отличает его, так это его удивительная способность покалывать в нужном месте в нужный момент, при любом признаке опасности. Допустим, в битве он на какое-то время потерял свое паучье чутье. Кстати, таких моментов в комиксах было довольно немало. И тут наш дружелюбный сосед становится просто красным яблочком для злодеев в битве. Следующий страк в довольно мере относится больше к его оборудованию, чем к самому Человеку-пауку. Помните, я говорил вам одну умную вещь, что лучше не ездить с Человеком-пауком. Так вот, в удивительном Человеке-пауке номер 141 Питер загоняет Паук-мобиль в озеро. В общем-то, в итоге он весь был намочен. И вода забралась не только в его костюмы-трусы, а также и во веб-шутеры. Конечно же, это самый используемый аксессуар Человека-паука. Мозгов Питеру хватило, чтобы изобрести жидкость с прочностью на растяжение 120 фунтов. И также достаточно сильную, чтобы остановить громадину какую-нибудь. Но вот сделать это оборудование водонепроницаемым ему в голову не пришло. Итак, в этом комиксе нам показали, как обычная H2O смогла засеять хаос в его веб-стрелы. Так что, если ты один из врагов Человека-паука, то обязательно бери этот лайфхак на заметку. Но мы переходим к следующему страху, который изобрел, к сожалению, он сам. И это еще один способ испортить покалывающее шестое чувство Спайди. Высокие частоты могут и вовсе уничтожить способности и шестое чувство Человека-паука. В удивительном Человеке-пауке номер 654 новая порода убийц-пауков наводнила Нью-Йорк. И наш Питер Паркер-гений создает устройство, способное доставлять био-электромагнитный импульс в эпическом масштабе. Он предположил, что это сможет дезориентировать и вырубить этих пауков. Но он не подумал о себе, ведь он тоже имеет паучьи способности. Как в общем-то и ожидалось, когда он запустил свою импровизированную фритюрницу-убийцу пауков, это разрушило их паукоподобные способности. А от таковой радиус поражения Человек-паук покинуть не успел. После этого Питер Паркер лишился своих способностей, казалось бы, навсегда. В течение аж 8 месяцев после инцидента паук был совершенно без способностей и потребовалась повышенная подготовка мастера боевых искусств Шанг Чи, чтобы их восстановить. И еще паучьи способности довольно боятся обратной радиации. Сейчас постараюсь объяснить, как это. Все мы знаем, что силы Питер Паркер получил из облученного паука, который его укусил. И облучен он был радиацией. Все эти действия происходили в начале саги о клонах. Все, что нам нужно знать из этого, это то, что к концу серии Человек-паук потерял все свои силы. А потерял он их благодаря той самой радиации, которая дала их ему в первую очередь. И произошло это довольно случайно. Ну а полный комикс ты сможешь прочитать сам. Ссылочка на него будет в описании. Психосоматические расстройства и страх потерять свои способности. Представьте себе супергероя, который настолько невротичен, что может думать о своих суперспособностях. Довольно смешно, не правда ли? Не для Человека-паука, который несколько раз полностью терял свои способности. Об этом мы говорили уже ранее. Из-за стресса, вины и чувства безразличия. Когда зловейшая шестерка была на свободе и в полной мере пользовалась ослабленным психическим состоянием нашего героя, в конце концов Пит приходит в себя, чтобы дать им отпор. Понимая, что все его проблемы были результатом его глубокого, укоренишегося чувства вины за смерть дяди Бена. Таким образом, он избавился от страха терять свои способности. И вроде это больше его не так сильно волновало. А знаете, что у Человека-паука тоже есть свой некий криптонит. И он называется этилхлоридом. Купите его и раз и навсегда покончите с этим персонажем. В правильной дозировке этилхлорид высасывает из паука все его способности и силы. И иногда может убить носителя способности паучка. Благодаря этому химическому соединению, несколько жуликов паучка смогли победить его на протяжении многих лет. Особенно безумный ученый Спенсер Смайт. Ну а на этой ноте мы заканчиваем видео. Я постарался собрать абсолютно все страхи паучка в комиксах. Если я что-то упустил и я чего-то не знаю, то обязательно пиши об этом в комментариях. Дай всем об этом знать. Ну а если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать свежие видео на этом канале. С вами был Реверт. Всем пока, до вас. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин